всем привет хочу показать новую колоду melissa melin колода называется тела старом получила я ее по при заказу через проект кикстартер очень извиняю что у меня трясется телефон у меня нет пока возможности снять по-другому у меня сама с подставкой и планшет вы не вмещает больше видео поэтому снимаю через телефон и держу его в руке но собственно я ничего особо про эту колоду не могу сказать поскольку она очень и очень непростая до система узнаваемая но много элементов которые незнакомы и с ней в общем надо долго и нудно на мой взгляд разбираться поэтому я просто покажу про листа и и скажем так есть инструкция такая инструкция там описаны источники по которым милиса делала колоду и только источники трактаты золотой зари но и книги по магии ли старокрули также гримуары арабской магии вавилонская в общем много много всего коробочка стандартная как и в других ее колодах просто зеленого цвета достаточно удобный взгляд начну листать и параллельно расскажу о качестве качество честно говоря очень меня расстроила почему потому что колода выполнена на не карточном картоне то есть абсолютно не карточный картон очень мягкий и рыхлый вот смотрите как карта гнется очень легкая очень рыхлая и конечно же нет никакого покрытия как и на других ее колодах на большинстве других на первых колодах еще например на той же розете есть покрытие но одна последующих уже нет но это некоторые колоды например та же последняя розета выполнены на такой бумаге которая похожа на полупластик и собственно она сама создает некий эффект покрытия то есть кажется что покрыть есть но покрытия все-таки нет но тем не менее качество достаточно неплохое тут конечно такое сочетание некачественного картона плюс отсутствие покрытия но это прям конечно моя великая печаль я очень ждала эту колоду и конечно я надеялась что качество будет соответствовать той сумме которую я заплатила за эту колоду но все-таки нет но тем не менее для меня это в целом не проблема потому что я не собираюсь на этой колоде работать колода куплена в коллекцию для коллекции что очень хорошая колода так что ну даже это не проблема просто я должна про это сказать для тех кто захочет купить эту колоду в постоянную свою работу да кто захочет использовать ее каждый день конечно есть и использовать каждый день делать 5-6 раскладов как я обычно делаю ежедневно иногда бывает и больше то ну просто она долго не выдержит ну и конечно не очень комфортно с такой колоды работать все-таки когда колода матовая и когда такой картон не карточный скольжение у колоды не такое какое нужно для комфортной работы поэтому конечно нет это не для работы но тем не менее до колода яркая колода интересная то есть тут можно прям очень долго зависать разбираться в ней кстати колоду смотрю вот буквально первый раз с вами как только я получила сегодня несколько карт первых просмотрела и дальше не стала смотреть поэтому вот то что вы сейчас видите то и я первый раз вижу хотя и предварительно видела изображение часть изображений пока участвовала в этом проекте ну вот так чтобы колоду прям вживую посмотреть то нет вот прям с вами смотрю очень интересно выполнена карта повешенные эти элементы вот именно вот эта повязка уже была у мелисы в колоде форос и положение по моему даже такой уж только там повешенный висел на корабле вот смерть сила сила очень красивая на мой взгляд прям такая страстная девушка фортуна колода выдержана цветовых шкалах золотой зари достаточно ярко но тем не менее несмотря на такую яркость все-таки ощущение от колоды ну не очень позитивные скажем так ну это наверно особенность магических колод потому что тут реально очень много магических элементов думаю с него можно очень неплохо замагичить вот и вот все так все таки и из-за вот этого сильно магического духа что ли я не знаю как выразить все таки колода такая не сильно позитивная что еще сказать по эту колоду даже не знаю что сказать просто посмотрим и сейчас можно эту колоду заказать уже на сайте мелисы правда у него там написано предзаказ то есть видимо те кто не смог приобрести в проекте на кикстартере эту колоду могут приобрести через сайт но честно говоря колода очень и очень на любителя очень на любителя поэтому посмотрите если вам нравится если колода интересная то конечно можно на сайте мелисы приобрести вот посмотрите да насколько нестандартные изображения вот например та же четверка кубков на мой взгляд она не будет отыгрываться как обычная четверка таро то то либо табула муди то есть тут надо прям конкретно колоду прорабатывать и смотреть как вот такие нестандартные изображения будут проигрываться карта для четверки кубков очень уж активны очень давно и много таких конечно несоответствий но видите нельзя назвать их несоответствиями потому что мы все накладываем через призму своего восприятия да если нам у нас голове какой-то уже стандарт есть конечно мы на него будем мерить да поэтому в данном случае наверно просто нужно выкинуть вот эти все стандарты и постараться взглянуть по-новому на эту колоду и не зацикливаться на вот этих всех соответствиях и тогда возможно работа с этой колодой будет успешно на мой взгляд а мы все время пытаемся натянуть сову на глобус да кто-то нестандартные колоды натягивает на уэйта или на то-то да а кто-то вот так вот что-то новое сложное натягивает на ту колоду с которой работает ну вот как я сейчас до пыталась вот это конечно совершенно неправильно ну то знаете как например оша сравнивать старого это это вот примерно наверное то же самое совершенно никакой связи между этими системами нет но некоторые обзорщики упорно продолжает вот так вот сравнивать поэтому конечно тут просто нужно освежить свой взгляд и смотреть как-то немножко по-другому да с другой стороны на такую колоду в общем показала колоду вырубка кстати вырубка ну и не могу сейчас одной рукой нормально сложить но когда я достала мне показалось что вырубка не очень ровная вот то есть там были выделяющиеся карты в общем целом получается с картоном с печатью до с вырубкой проблема к сожалению есть так что еще я не сказала так коробочку показала книжечку показала или не показала тут все основные значения данные данные источники по которым можно взять дополнительную информацию символах вот называется как эта колода the telos of 777 в общем кто интересуется творчество мелисы колоду рекомендую но именно в коллекцию да если хотите на ней работать постоянно то возможно нужно покупать дубль колоды хотя даже если и хорошего качества колоды колода тоже я рекомендую всегда покупать дубли но вот если с этой работой то особенно нужно покупать вот рубашку покажу вот такая рубашка блестит конечно красиво классно но руки это уже потом все блестят так что это не просто с ней общаться